Весну красну встретили и конаковские гимназисты. Настоящие народные гуляния со скоморохами и ряжеными девицами состоялись прямо во дворе учебного заведения. И младшие классы, и ребята постарше с удовольствием участвовали в традиционном празднике и постарались провести пятый день Масленицы интересно и запоминающе. Встретить Масленицу по ее традиционному обычаю – главная задача гимназия. Наряженные в красивые костюмы старшеклассники и старшеклассницы перенесли участников праздничного мероприятия в далекие исконно русские времена, когда Масленицу встречали с большим размахом и весельем. Здесь и главный атрибут праздника – символическая кукла и традиционные конкурсы игры и забавы. Десятки школьников младших и старших классов пели песни, водили хороводы, дурачились и веселились. В общем, завлекали весну, чтобы Масленица пришла к нам солнечной и теплой. Мальчишки и девчонки под руководством юных организаторов праздника с удовольствием выполняли шуточные задания и участвовали в шарадах и игровых конкурсах, которые подготовили старшеклассники. Всегда в обязательном порядке. Мне помогают мои старшие классы. Вот без них никуда. Это, наверное, самая главная составляющая нашей гимназии, что мы все мероприятия делаем вместе. И ученики, и учителя, и родители тоже нам в этом помогают. Масленица стала всеобщим праздником школьников гимназии. Зиму проводили по всем правилам. Разве что только чучело не сожгли. По своим причинам. Но ребята уверены, весна точно придет. Ребята ее не сжигают, потому что, в принципе, еще идет масленичная неделя, еще идут масленичные гуляния. И ребята в классах объяснили, что масленицу мы будем сжигать в воскресенье на большом городском празднике. И прощаться уже в воскресенье зимой. Встречать по-настоящему весну.